Всем привет, с вами Иван Грешник, и сегодня будет для многих, наверное, тяжелое видео, а может быть и нет, не знаю, посмотрим. Знаешь, очень много на трансляциях и вне мне писали о том, как потеряли свой первый короб. Это такой обряд, наверное, своей инициации в этой игре, да, когда ты теряешь свой первый короб, и в большинстве своем, я как понимаю, здесь потери, ну, абсолютно случайны. Например, вот шел ты на трех черепах или на четырех черепах лутаться, и тебя вдруг бот со скеметаром или рыцарь какой-нибудь на стену у тебя лагануло, и короб ты свой потерял. Мы добыли свой первый короб, и уже даже второй, и ни одного короба мы еще не потеряли. И знаешь, во-первых, я сказал, что если я выбью второй короб, я отдам свой первый короб в темное подношение сам. Это, во-первых, так что слово мы сегодня сдержим сейчас с тобой. Ну, а во-вторых, я хочу отдать свой первый короб на своих условиях. Я понимаю, что вечно без сливов не вариант играть и делать кожаный мешок. Можно бесконечно, но рано или поздно у тебя что-нибудь лаганет, и действительно вот так вот сливанешься. А я решил на своих условиях, так сказать, взять и отдать свой первый короб в темное подношение самостоятельно, чтобы у меня не отобрал его рыцарь, не отобрал у меня его бот или что-то подобное. Не лагануло, не слилось. И мне вообще, собственно, не обиден этот момент. Заодно посмотрим, что с темного подношения нам за короб-то и отдадут. Вообще говоря, дают полную хрень. Вот мой, если я не ошибаюсь, первый короб. Я переодевал, и сейчас, если я не ошибаюсь, на мне второй. В любом случае, у меня только два короба, и оба Сазимборга, как ни странно. И вот он пойдет сейчас в темное подношение. Мне пришлось даже вернуться, понимаешь, с лутания. Я обратно туда-сюда хожу, лутаюсь на ночь скорби. И пришлось вернуться назад, потому что вышло темное подношение. Кстати, выбили беленькую вот такую вот кошку. На трех черепах сегодня посмотрим, что из нее выйдет, какие навыки пойдут. Назвал ее Лира. Не знаю почему, вот просто пришло в голову вот так, поэтому и назвал. Ну, поехали. Ну что ж, мы пришли в локацию. Я даже с собой оружку толком никакой не взял. У меня с собой только лопата. Ну, пошли чистить локу. Я думаю, почистим полностью, да. Вдруг повезет, может, вратанет. Может, от этого что-то зависит. Посмотрим. Посмотрим. Может, реально что-то нам это даст больше, чем должно. Я не думаю, но резы лишними не будут. Тем более враги здесь не такие страшные. Да, проклятые волки. Да, или простые изгнанники. Или что типа того. Заодно лутецки подберем. В принципе, это лут то же самое, что мне и выпадает на постоянной основе с... 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 Ночи скорби. С Ночи скорби. Сегодня был большой стрим. Ходили на Ночи скорби, общались. Вполне неплохо. Так, кстати, по ссылке в описании есть дискорд сервер. Там не только грим соус. Там есть отдельный чат грим соуса. Не только гриму играем. Разные игры играем и о разном общаемся. Заходи. Игровые темы и все такое прочее. Темное подношение. Локация зачищена. Положите ваши дары на алтарь. Наверное, не стоит зрить безымянного бога своей скупостью. Ну, как тебе сказать. Мне кажется, я единственный, в принципе, за последнее время, кто, наверное, сюда короб-то понесет. А может быть и нет. Не знаю. Мой первый короб. Очень повезло с тем, что он мне выпал в целом вообще. Многие ходят и не выпадают ни одного короба. У меня уже два. Если бы я не выбил второй, я бы, конечно, не понес. Я так и говорил, что... Ну, если мне выпадет второй короб, я сказал, что вот, ну, я пойду и отнесу первый короб на темное подношение. Вот, я это сделал. И я реально нажму сейчас совершить подношение. Реально это сделал. Поехали. Посмотрим, что дадут. Было бы прикольно, если бы дали какому-нибудь льтоволчонку. Но, скорее всего, дадут реально херню. Потому что мне говорили, что дают какую-то шляпу обычно за короб. Раньше, по-моему, говорили, красился короб. А сейчас такого уже нет. Ну, да и пофиг. Я, как бы, делаю это, потому что я сказал, я расстанусь со своим первым коробом на своих условиях. И я на своих условиях, собственно, это и делаю. Я сам его сливаю в темное подношение. Поехали. Главное, чтобы не скелеты прибежали. Это самое важное. Да я вот, что, чисто интригу сохранить. Вот прикольно было бы, знаешь, сейчас взять его так просто и уйти с локации. Ну, ладно, давай, я не буду тебя мучить. Коса, прикол, блядь. Вот это жесть. Ну, это да, это прикол ДС. Да, еще все нельзя. Ну, косу дали, хорошо. У коса не самое плохое. Ну, это не говно, какая-то заточенная кинжал хотя бы, знаешь, да? Коса, в целом, неплохая вещь. На храмовников, на каких-нибудь, в подземку, вот на таких жирненьких противников. Оно самое оно. В целом, неплохо, ладно. Ну, за короб, конечно, это не тот обмен, которого ты ожидаешь. Но что-то еще хотел, ясное дело, что вряд ли бы дали что-то невероятное. Но, спасибо, что хоть, знаете, ну, если бы мне дали 15 мандрагоры, в целом, это, наверное, было бы лучше, нежели коса. Ну, и коса тоже неплохо. Действительно, неплохая оружие на храмовников пойдет. Вот как-то так. Первый короб улетел, вот так я его потерял. Отдал его сам. Вот и все. Спасибо за просмотр, подписывайся на канал, ставь лайк, не забывай про колокольчик, вместе в следующих сериях, в следующих игрушках, в следующих видеороликах, в стримах и все такое прочее. Всем пока.